Я абсолютно чемпионка Республики Татарстан по художественной гимнастике. Сколько удается вообще аккумулировать денег? Вы что, чемпионы России? Какие мажоры вы приглашаете? Сюда гримеры даже. А то, что мы детей снимаем, вы не против? Бизнес минусовал первые два года. Так, друзья, сегодня вторник, и вы на канале Руслана Абдулнасырова. У нас с вами перед новогодний выпуск, а поэтому самый необычный. Сегодня я вам хочу рассказать или разобраться в онлайн-обучении дошкольного, детского. Дарья Шарова, бывшая чемпионка России по гимнастике, организовала свою детскую школу танцев. Она создала сеть студий в Казани и на этом неплохо зарабатывает. Очень актуальная тема, особенно если у вас девочка. Каждая девочка, пока была маленькая, хотя бы раз пробовала ходить на гимнастику либо на танцы. Но почему-то так в России и принято. Дарья Шарова, бывшая чемпионка Республики Татарстан по художественной гимнастике, мастер спорта России, владельца сети школ, студий пластики и танца, экс-ведущая зарядки на ТНВ и что еще, обладатель трех дипломов по высшему педагогическому образованию. Может быть, вы еще мама? Да. Вы профессиональная спортсменка? Да. Давно закончили спортивную карьеру? Да. Перед тем, как в БУС поступила. Ну, поэтому и закончила. Давайте начнем с того, что чем вы занимаетесь? У меня сеть школ танцев. Как она называется? Дарья Шаровой. Сколько у вас школ или секций? У нас четыре студии по городу. Это называется студия, правильно? Студии, да. Четыре студии, только в Казани у вас? Да, сейчас мы открываем, получается, четвертую как раз. Давно взялись за этот бизнес? Открыла непосредственно школу вот семь лет назад, а так вообще с детьми работаю уже с восемнадцати. Я сначала была тренером по художественной гимнастике, а потом ушла в танцы. Скажите, четыре у вас студии, сколько это детей? 250 детей. Сколько это доходов в деньгах? Ну, где-то около миллиона рублей. Валового дохода вы получаете ежемесячно? Да. Насколько это стабильный бизнес? Стабильный. То есть здесь нет ни сезонности, нету падений. Вот летом, допустим, начался сезон отпусков, все уезжают. Да, а мы продолжаем платить аренду зала 150 тысяч рублей в месяц. Это ваша проблема. Скажите, летом как вы себя чувствуете? Летом мы не занимаемся, летом у нас лагеря. То есть школа вообще не работает, мы едем в лагерь все. Сначала мы едем в наш лагерь. А, в спортивные, да? Например, в буровые, да. А потом мы вот, например, в Италию уже съездили, в Испанию съездили. Там, кстати, мы тоже первые места выигрывали, так что у нас уже есть такой список небольшой. Сколько у вас тренеров работает? Семь. Это тоже какие-то все дипломированные специалисты? Конечно, конечно. У меня есть образовательная лицензия. У единственной в городе. А у всех остальных это просто шараж-монтаж-контона. Ну, давайте не будем их называть так. Не клянула на провокацию, молодец. Из коммерческих организаций у одной. Вообще сейчас как обстоят дела с карантинами, ограничениями? Шоу-программа – это вообще история минусовая. Вот на шоу-программе невозможно никогда заработать. Вот проводя шоу в семь лет, был единственный случай, когда у нас осталось 20 тысяч прибыли. А вот сейчас в карантин – это прям супер убыточная история. Супер убыточная вообще. А почему? Ну, там, вы платите 70 тысяч? Я не знаю, но у нас прям… Люди не приходят? Да, да, да. Не приходят? Да, да. Не хотят, да? Ну, видимо, по одному приходят или как-то там еще. То есть раньше вот у нас собиралось где-то тысячу человек на шоу. Вот, а сегодня вот на данный момент я увидела здесь, ну, где-то в районе 250 человек. Вот так вот. Ну, можно сказать, чтобы не приходили по одному. Да, обязательно. Ну, как бы, да, так, мама, папа, чтобы вместе были, а что вы тут по одному? Да, да, да. Тут ходят, только мам кайфуют или папа. Ну, в основном мамы, да, ходят, да? Ну, видимо, да. Да, в основном мама. И пап тоже ходят. Пап ходит, конечно, и вопросов-то нет. Ну, это я про то, что идет мама и идет теща. Ну, или берет свою маму. Одна снимает, другая фотографирует. Это вообще классика вообще, да? Ну, это я шучу. На самом деле мы запрещаем и фото, и видеосъемку для того, чтобы они аплодировали. Потому что детям крайне не хватает именно аплодисментов. Когда родители сидят с телефоном, это вот хуже не придумать. То есть вы рекомендуете... Ну, да, обычно мы это объявляем в микрофон. Ну, мне нужен будет личный автомобиль. Как у Руслана. А у вас есть вакансии на полгода? Я потом в декрет хочу уйти. Извините, а аванс можно сразу получить? Почему я так часто у меня вместо работы? Я просто разносторонняя личность. Но я ответственная, и я очень быстро обучаюсь. А здесь же всему обучают, да? Я просто свой автосалон открыть хочу. Слушайте, а у вас много свободных девчонок? Я закурю. Напомните, пожалуйста, какая вакансия? Потому что начальник бывший, козел. И вообще все начальники козлы только и могут что требовать. На самом деле я алкаш. Жена настояла идеи работающие. Но пить-то я не брошу. Это точно. Нам такие сотрудники не нужны. Не переживайте. Приходите к нам. Обязательно разберемся. Возможно, вы именно нам и нужны. А мы нужны вам. Свободное место. То есть вы уже 7 лет занимаетесь тем, что обучаете, учите чужих детей танцем и гимнастике. Ну да. Сколько детей уже прошло через вашу школу, студию? Ой, наверное, больше 2000 человек. Детей? Да, да, да. То есть они еще не человеки, они еще маленькие, они дети. У них особенный статус, который позволяет инвести себя, ну где-то чуть больше, да? Да. А сколько остается дохода, прибыли? Сколько удается вообще аккумулировать денег? Ну, вообще, наверное, примерно около 100 тысяч примерно от миллиона. Остается вам чистыми, да? Да, да, да. А остальное вы платите на зарплату, да? На аренды помещений? Ну, я лавирую вот так вот, да. А что вы планируете, что хотите? Хотите больше сделать свою студию? Какие есть планы? Я очень бы хотела развить свою деятельность в качестве постановщика. Смотрите, я в своей студии не как директор выступаю, а как главный тренер и постановщик. То есть я очень ставлю много номеров, контролирую за процессом как бы постановочным, выступательным. То есть на конкурсах у нас там меньше первых мест не бывает. Но я считаю, что я очень мало ставлю из-за того, что меня съедает вот эта операционка. То есть так у меня директора до сих пор нет, Руслан, представляете? Так вам еще рано, у вас коллектив 7 человек. Ну, я считаю, что какой-то хотя бы управляющий должен быть. Ну, так возьмите, кто вам мешает. Я пытаюсь. Ну? Не подходит пока никто. Вам нужен сюда руководитель? Да. Вы можете сказать это в камеру? Уважаемый руководитель, если ты есть, пожалуйста, помоги мне. То есть она сейчас обратилась к Господу Богу, ребята, не к вам. Нет, к Господу Богу я каждое утро обращаюсь. Господи Боженька, что прошло сегодня, все хорошо. Ну, если вкратце, какие критерии должны быть? Критерии? Да, для вашего руководителя вот этой сети студии. Самое главное, чтобы он, в отличие от меня, умел считать деньги. То есть он не должен быть ли тягой? Да. Все просто. И все, он должен быть у меня и меня. Ну, короче, если вы хотите себя попробовать в команде рядом с Дарей, то напишите ей в директ, вот ее инстаграм, вот ее инстаграм, вот ее инстаграм. Напишите ей, задайте уточняющий вопрос. Возможно, это будет интересный опыт в вашей жизни. А сколько вы готовы платить? Ну, думаю, что половина от того, что у меня остается, тысяч пятьдесят, готова. Ну, неплохо. Ну, то есть мне не нравится цифра пятьдесят, мне нравится половина от того, что мне остается. Управление как раз может соптимизировать расходы, поднять доходы. Да, да, да. Руслан какой умный. Может, сюда мне? Нет. Нет. Мне нравится, мне нравится то, что девушка молодая, симпатичная, вписывается в бизнес и, ну, не боится брать на себя ответственность за двести пятьдесят детей, часть из которых куда-то ездит еще на соревнования, и там ответственность увеличивается в четыре раза, да? Это, конечно, ну, вот здесь надо десять раз подумать. Насколько вообще сейчас вот эта ниша детского образования, неважно какого, свободно, насколько легко сюда заходить? Ну, вот я бы уже сейчас не зашла, честное слово. А, то есть если сейчас кто-то из наших зрителей вдохновится этим выпуском, захочет попробовать себя в качестве основателя какой-либо школы для обучения детей, то у него шансов нет, вы считаете? Ну, я не знаю ни одной, как бы, прибыльной школы раз. Серьезно? Да. Вот даже очень самая известная школа в России, я знаю, что она убыточная. А мне кажется, с точки зрения образования, вообще сейчас отличное время, потому что кругом с каждой камеры доносится инвестируй в себя, развивайся, обучайся. Действуй. И все это формирует фактически спрос. То есть люди, которые не планировали обучать своего ребенка, они задумываются, потому что социум задает вот эту планку. То есть никто не хочет, чтобы его ребенок отставал. Почему? Потому что если он будет отставать на этапе роста, то когда наступит взрослая жизнь, там он уже, в принципе, справиться ни с чем не сможет. Это 100%. Да, поэтому, мне кажется, сейчас отличное время, так как много таких мотиваторов, как я, которые ходят, бродят по гостям, снимают влоги, рассказывают, что надо двигаться, нельзя опускать руки. В первую очередь надо понимать, что это огромная, колоссальная ответственность. Вот просто сначала извести, готовы ли вы терпеть все претензии родителей. Откуда вы про это знаете? Я скандалист редкостный. Вот папаша, которого предпочитают обходить стороной, да, потому что они знают, я прихожу так. Вас как зовут? А меня зовут Руслан Удумасыров. Детей мы их видели. Я так понимаю, что диалога нормального не получится. Поэтому я все знаю. Скандалист старый, старый скандалист с большим опытом. Ну, трое детей, как понимаете? Нет, на самом деле я шучу, никакой я не скандалист. И это, считаю, ниже своего достоинства скандалить, выяснять и пытаться каким-то образом давить на преподавателя. Потому что, в первую очередь, как бы, вы делаете хуже только своему ребенку. Ну, потому что к нему начинают относиться с опаской. Да, именно с опаской. Руслан, самое интересное, что скажу, в начале моей деятельности и сейчас, когда у меня 15-летний опыт, доверие и вот эти скандалы, они... Больше не стало доверия и скандалы не закончились. Да, да, представляете? Это будет бесконечно. Просто надо к этому быть готовым, когда вы думаете о том, что было бы неплохо открыть какую-то студию, либо школу для обучения детей. В первую очередь, надо быть готовым к встрече с неадекватными мамашками. А? Ну, да. Скажите, пожалуйста, по поводу каких-то вот, ну, нюансов. С чем пришлось столкнуться учителю физкультуры, когда он начал заниматься вот этой вот предпринимательской деятельностью? Ну, с тем, что я оплатила зарплату из своих денег, например. Долго? Когда я наняла первую помощницу. Ну, где-то года два, наверное, вот так вот. Бизнес минусовал первые два года? До открытия школы, да, было вот так вот. То есть, чтобы у меня был зал, я работала учительной физкультуры, а чтобы у меня была помощница, я и доплачиваю из собственных денег. А студия когда открылась? В 13-м. С 13-го года у вас на сколько вырос объем бизнеса? В 13-м году я стартовала с 50 человек. А еще планируете расти? Ну, конечно. А до скольких хотите вырасти? На самом деле я хочу вырасти в онлайн-школе, а не хочу в офлайн. Понимаете, я не могу охватить 250 детей даже. С остальными работают мои педагоги, да? И вот в количестве как бы офлайна я не хочу расти, понимаете? Я так понимаю, у вас стоимость месяца посещения студии 4 тысячи рублей стоит, да? Да, да, да. А в онлайне это будет несколько дешевле? Ну, за тысячу, да, 1200 у нас стоит сейчас. И вот ребенок, как вот, он стоит перед монитором, и ему преподаватель говорит, тяни ручку, тяни ножку, прыгаем вот так вот. У преподавателя в Зуме, предположим, группа 20 детей. В группах сколько у вас? Ну, там может быть и тысяча человек стоять. Ну, а как? И сто человек стоять. Ну, а как он, получается, тогда не видит в обратную? Не контролирует процесс, да. То есть только с помощью отчетов. А где-то это уже реализовано? Танцевально я не видела такого. Призы и подарки от галереи недвижимости в Меге. Мы, как и обещали, сейчас разыграем 3 по 3 300 среди всех наших активных комментаторов. Настя у нас готова? Да. Давайте определим, кто сегодня станет на 3300 рублей. У нас получается 271 комментарий. Так. В принципе, были интересные комментарии. Рамиль действительно интересный парень-предприниматель. Так, Булат Мустафин, у нас первый победитель. Второй. Я опять? Что? Что? Блин, мне... Слушай, я тебя поздравляю. В прошлый раз, кстати, один из подписчиков сделал правильное замечание, что сотрудники... Во-первых, он написал, что выиграют одни сотрудники. Это факт. Ну, потому что смотрят только одни сотрудники, к сожалению. И то, что своим участвовать нельзя. Я сейчас хочу попросить тебя, чтобы ты больше никогда не участвовал. Да нет, нет, участвую. Ладно, что... Давайте не будем обижать Настю. Она точно такой же зритель и имеет право выигрывать. И третий. Муссин Эльнар. Слушайте, ну, неплохо. Десятку за 20 секунд разбомбили. К тому же трешечку забрала Настя. Ну, девчонка заслужила, правда. Смотрите, каждую неделю сидит, тыкает в эти кнопки, раздает деньги. Смотрит, как они уплывают через ее руки ваши. Ну, и видите, немного себе подщипывается. Выходит чей-то ребенок что-то там делает, да? И вот зал, насколько ему готов аплодировать чужому ребенку? Ну, на самом деле, тенденция вообще печальная в этом плане. Ну, то есть все спокойно сидят, никто не поддержит. Вот, мы их как-то пытаемся раскачивать, но это очень сложно. Ребята, будьте нормальными людьми, родителями. Если чужой ребенок выходит там на сцену, да? Да, ну, поаплодируйте. Даже чужому ребенку вы поаплодируете ему, его родители поаплодируют вашему. И тогда будет, ну, как-то интереснее, веселее, да? Это точно. А то так получается, по-грустному там только мама с папой там хлопают, а там дочка пыхтит, она же пыхтит, она же старается. Ну, плюс еще и преподаватели, они сильно переживают, потому что это отчетный концерт, им надо показать, куда родители потратили свои денежки. Пойдемте в гримерку, зайдем. Пойдемте, посмотрим. Родители сами красят или приглашают сюда каких-то профессиональных гримеров? Вы знаете, часть родителей приглашают гримеров, а часть родителей красят сами. Это зависит от их опыта. Слушайте, прикиньте, какие мажоры приглашают сюда гримеров даже? Ну, макияж, да, это же обычная практика. Даже я сейчас накрашена профессионалом. А, да? Это же шоу-программа, мы не можем выйти к зрителю просто никакие. То есть вы снимаете за 70 тысяч это зал, гримерки, вся инфраструктура в виде туалетов, там, буфетов, да? Да, да, да. А тут у вас есть буфет, где там родители могут красные корки с коньячком? Вот и наши дети. А, дети. Вот они сейчас готовятся, да? Да, да. Сейчас я вас познакомлю с моими чемпионами. Слушайте, у нас, конечно, очень странный сегодня выпуск. Я извиняюсь, может быть. Тем не менее, мы очень сильно хотели снять про вот эти студии, про школы, потому что сейчас фактически каждая семья в России занимается дошкольным образованием. Колоссальный рынок. Огромные деньги. В форме отойдет. И сегодня вы увидите один из тех самых примеров, как на этом можно неплохо заработать. Так, ну что, вы собрались? Это мои чемпионы России. Вы что, чемпионы России? Да, по кип-попу. Бронзовые призеры. А вы говорить умеете? Чемпионы России? Да. Немножечко. А вы что, такие молчаливые? Это же спортсмены, Руслан. А вы что, спортсмены или артисты? Спортсмены. Мамы радуются, когда выступаете? Да. Вот, говорить начали потихоньку. Они, наверное, сначала увидели бородатого дядьку, думают. Что случилось? Роспотребнадзор приехал, да? Да, да, да. Думают, что это за... Шурале пришел в гости, да? Нет. 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 Они все знают вас. Да, сейчас готовы выступить? Да. Я буду за каждой смотреть. Со своим оператором Лехой, имейте в виду. Ладно, давайте, вам успехов, девчонки. Спасибо. Не будем отвлекать, да? Конечно. А сколько мальчиков, сколько девочек? Ой, мальчиков мало, кстати. Вам нужны мальчики? Да, обратитесь, пожалуйста. Обращайтесь, мальчики. Можно я ведь? Я не буду вот так стоять, пожалуйста. Короче, все как обычно. Вот в танцах, гимнастиках мальчиков нет. Но они зарабатывают потом больше, чем девочки. Намного. Да, я вообще, я всегда за короткий и даже легкий путь. Потому что, смотрите, здесь очень много девчонок, парней нету, фактически нету никакой социальной конкуренции среди мужского пола. Если вы приводите сюда своего ребенка, мальчика, то он будет двигаться гораздо быстрее. Спрос на парней он увеличен всегда. Я считаю, в этом нет ничего такого зазорного, что ребенок занимается танцами. Да, да, да. У нас в компании три танцора нашего национального ансамбля «Песни и пляски». Это очень крутые ребята. Дисциплинированные. Абсолютно. И они здоровые, они выносливые. Марат Садыков, это тебе сейчас персональный от меня привет. Это наш сотрудник, который работает в компании 14 лет. Ого. Да. И вот он работал и в ансамбле, там денег не так много было, танцы, спорт. Это вообще лучшие воспитатели, лучшие воспитатели для детей. Не родители, не Дарья, а именно спорт, именно дисциплина. Именно вот это вот понимание, что нужно уметь терпеть, уметь преодолевать. Это вот сто процентов. Не опускать руки. И вот то, что я вам сейчас говорю, это вот набор качеств успешного предпринимателя, кстати. Да. А вот это здесь что у вас сейчас? Это вторая гримёрка. А здесь тоже гримёрка, да? Да. У нас же нужно рассредоточить всех детей, чтобы им было комфортно. Три гримёрки больших. А где мамы, папы? Их, к сожалению, не допускают с гримёрки. Сюда, да? Да. Должны быть два ответственных родителя. Что, кстати, ещё и укрепляет детский дух в плане того, что они не могут находиться с мамой постоянно. То есть они вот сами по себе. А вы те самые ответственные родители, да? Да, да, да. Здравствуйте. А то, что мы детей снимаем, вы не против, ответственные родители? Лёха, сними это на камеру, чтобы потом нам никто не предъявил. Нет, нет. Это как вы могли снимать детей без нашего разрешения? Нет. Ну, сейчас время такое, да я шучу. Они в договорах это подписывают, потому что у нас слишком много видео и фотоматериала, да, что там невозможно просто кого-то снимать, а кого-то не снимать. А, вон что, да? Я вот про онлайн-школу ещё хотела сказать пару слов, что у нас очень много детей по республике, например, да, которые знают нашу школу, но не могут к нам ходить. А физически? Да, физически, да. И я бы вот им очень рекомендовала наш онлайн-продукт. Конечно, что бы вы ещё рекомендовали наш онлайн-продукт? Потому что педагоги все те же, которые вот приводят наших детей к первым местам. И они же работают в онлайн-школе. То есть это не какие-то левые преподаватели, которых там наняли специально для этого продукта. Ну, то есть вы отвечаете лично своим именем за качество. Давайте будем объективны, что с помощью или через онлайн качество всё равно не такое, как в оффлайне. Конечно, Руслан, конечно. А насколько там, ну, хуже не хочется говорить слово? Ну, я даже думаю, что 50% где-то. Потери качества, да? Потому что, знаете, что самое главное в нашей работе? Это вот заставить конкретного ребёнка делать то, что нужно. Вы что, тоже препарагандируете вот это вот наше эсэровское, пережиточное заставить? А почему заставить? Потому что они по природе очень ленивые. Дети? Да, да. Мне кажется, наоборот, они любопытные, им просто хочется играть. Потому что они любопытные вот в этом. Сейчас это проблема, да? Конечно. А к нам приходишь на тренировки и, как говорится, оставляешь телефон в раздевалке и пашешь до седьмого фото. И только тогда бывает результат. Это самое главное. Слушайте, мне нравится идея, что с помощью онлайна появляется доступность для детей из других городов. Ну, не будем как бы широко шагать, просто для детей из глубинки, да? Слушайте, идея, надо просто пробовать, смотреть, насколько это будет эффективно, насколько это рабочий инструмент. Вы считаете рабочим, да? Ну, мы вот пока запустились, я как бы не планирую сдаваться. Планирую довести это до конца. А сколько у вас уже детей на онлайн обучение? У нас пока, я точно не могу сказать, потому что у нас продажи не стартовали. А вы сейчас как раз запускаете? Мы уже полгода работаем. Тестово сначала мы в зуме работаем, сейчас в инстаграме работаем. В закрытом аккаунте у нас 250 человек сейчас. И идет продажа на январь. То есть вы сейчас запустили продажи? Да. А сколько стоит? А сейчас вообще запустили за 590 рублей, а потом планируем, что месяц будет 1299 стоить. А вообще в оффлайне 4000? В оффлайне 4, да. В три раза дешевле будет, да? Да, да, да. Три раза дешевле и ездить никуда не нужно. Блин, меня устраивает. Занятия еще каждый день. Меня устраивает. Вообще, меня все устраивает. Ладно, спасибо, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Мне очень приятно, что вы напишите комментарии. Напишите, как вам бизнес, как вам Дарья. И вообще, стоит ли ввязываться в эти истории с обучением чужих детей и за это брать деньги? Насколько высока ответственность? И получите ли вы от этого удовлетворения? Среди троих мы разыграем 10 тысяч рублей. Чтобы шансы увеличить каждого, точнее троим, мы отправим на карту по 3300 рублей. Это у нас с вами предпоследний, предновогодний выпуск. Я вас поздравляю, этот год заканчивается. Наконец-то. Или, к сожалению, у каждого по-разному. Спасибо, что вы позитивны. Не делайте вот так, а все время давите вот так вверх. Дашка, молодец. Поздравляю. С наступающим Новым годом. И классно у вас студия здесь. Мне нравится. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok